В Дагестане правоохранительные органы расследуют очередное громкое убийство. В Махачкале застрелен известный в республике религиозный деятель, бывший имам одной из городских мечетей Ильяс Ильясов. Важную для расследования информацию, возможно, сообщит его помощник. Во время покушения он получил тяжелые ранения и сейчас врачи пытаются спасти ему жизнь. Амар Магомедов с места событий. У входа в дом, где проживал Ильяс Гаджи Ильясов, выразить слова соболезнования собираются сотни людей. Это родственники, друзья, его последователи, ученики. Видно, религиозный деятель был убит священный для всех мусульман месяц Рамадан. В правоохранительных органах полагают, что подобные убийства в такие дни стали своего рода визитной карточкой для представителей радикальных течений в исламе. Если не мусульман, убийство, тем более в этом месяце, я не думаю, что кто-нибудь поднимется рука. Ну, конечно, эти люди, которые убивают, это не мусульманы. Это люди, которые за исламом просятся просто и делают такие дела. В качестве основной версии убийства Ильяс Гаджи Ильясов следователи рассматривают его религиозную деятельность. Духовный лидер был известен своим негативным отношением к салафитскому течению в исламе. По словам родственников Богослова, ему часто угрожали расправы. Он говорил как-то, вот года три тому назад, я тоже нахожусь в расстрельных списках. Я не знаю, что за расстрельные списки. Он говорил так. 66-летнего Ильяса Гаджи Ильяса у киллера подкараулили, когда он в сопровождении водителя вышел из дома и собирался сесть в машину. Преступники, а предположительно их было трое, стреляли с пистолета и винчестера. Религиозный деятель погиб на месте, его помощник получил тяжелое ранение. Весь день за жизнь 38-летнего Шамиля Ахмедова борются врачи Центральной Республиканской больницы. Водитель потерял много крови и сейчас находится в коме. Позное ранение печени, повреждение приоральной полости справа, внутреннее кровотечение объемом более 2,5 литра. Нападавшие скрылись на автомобиле «Лада Приора» без госномеров. По горячим следам задержать бандитов не удалось. На месте преступления обнаружены гильзы от пистолета Макарова и винчестера, а также отпечатки пальцев. Убийство Ильяса взято под особый контроль правоохранительственных органов республики. За последние несколько лет убийство Богослова стало уже 12-м случаем покушения на исламских религиозных деятелей на Северном Кавказе. Ильяс Гаджи Ильясова похоронили сегодня в родовом селении Аданак Карудакенского района республики. Амар Магомедов, Игорь Малышев, Ариф Гамидов и Милана Магомедова, Северокавказское бюро НТВ, Дагестан. Амар Магомедов, Игорь Малышев, Ариф Гамидов и Малышев, Ариф Гамидов.